Мы подали буквально на час, потому что буквально полчаса назад я закончил маркер-класс, который был посвящен ответу на этот вопрос. Поэтому я думаю, что мой совет очень простой – приходите к нам в писательскую академию Антона Чижа, который очень просто в Яндексе и вам, там всем не научит. Но нашим читателям это совсем не интересно слушать. Большая литература пребывает в глубоком садгипнозе, убаюканная стоя литературных критиков. Большая литература искренне верит, что она большая и литература. Если жанровая чеха развлекает и умирает с последней страницы, то нынешняя большая думает, что купила билеты в вечность, занимаясь все более самокопанием в кишках и дерьме. Однако есть предположение, что лет через 20-100 от всей нынешней большой литературы не останется ни пепла, ни следа. Ну, Антон, понимаешь, что тут разные, с разной целью люди дают интервью, тем более, что это может быть прием какой-то, я думаю, был 6 лет, что меня уже извините. Но не могли бы прокомментировать, что действительно от большей литературы ничего не останется и что в современной русской словеснице нету достойных примеров, которые могли бы истить к большому литературу. Тем более, что мы сами в более раннем интервью признавались своей любви и к Толстому, и к Пушкину. Особенно к поводу поэзии вы говорите, вы их не понимаете, но опять, судя по вашему интервью, и к Баустовскому. Ну, если уж мы говорим о Пушкину и о Толстом, все-таки это дело 19-го века, 20-го начала, он же Баустовский-то это уже 20-й века, самый настоящий. Вот об этом буквально немного, об отношении большевцев, которые жалуют. Вот говорил мне, бабушка, молчи чаще, за угрозой. Ну, слушался бабушка, ну, теперь приходится раз или угроза. Значит, что я хочу сказать. Немножко из контекста вырубанная цитата. Речь шла о чем? У вас было действительно такое очень жесткое интервью с одним из хороших, моего уважаемого автора. И мы обсуждали разнообразные темы, и я, в общем, меня немножко понесло. И я высказал, в общем, то, что на самом деле думаю. Еще делать нельзя, конечно, интервью, интервью, ни в любом случае нельзя говорить то, что думаешь, потому что потом ведущий тебя будет дыкать носом в этот поведень, так сказать, интервью. Но если уже пошла такая пьянка, то можно, собственно, говорить действительно, так сказать, немножко, чуть-чуть сказать то, что думаешь. Понимаете, уважаемые друзья, проблема не в высокой литературе, проблема не в полярной литературе. Проблема, наверное, во времени. Потому что, несмотря на то, что новые писатели появляются, и новые читатели, в общем, до сих пор, к счастью, существуют, но, как бы, вы даже себе не представляете, наверное, какое количество авторов мы с вами не знаем. Вот так глупо и смешно это не звучит, как сидят, так сказать, замечательные в расходе библиотеки. Мы не знаем авторов уже даже конца 19 века, впереди которых были и блестящие авторы остросюжетной литературы, и авторы детективов, и авторы, которые были более, так сказать, ну, скажем так, не жанровой литературой. Они ушли в небытие. Вместе с историческими событиями, которыми снесли их, как морская лома, сносит песок. И я говорил о том, что, собственно, свою блистательную мысль, которую я сейчас буду раскрывать, значит, заключалась только в одном, потому что через, как, вот вы помните, какая-то самая пьесия, когда Грешнева усадь, автор говорит, что вот через сто лет какая же жизнь прекрасная будет. Вот через сто лет ничего не будет. Вот от всех нас, скромных авторов и нескромных авторов, скорее всего, не останется даже макулатуры, потому что макулатуры не будет, все будет на пластике, а мы, в лучшем случае, останемся в библиотеках, где-то там на задорках, на забытых, малоизвестных авторов начала 20 века. Это естественный процесс, потому что, к сожалению, я абсолютно все не считаю, не давать ему предстательным авторам, мне довольно часто стыдно за, так сказать, какие-то свои книжки, но, может быть, повышенное чувство стыда, которое у меня есть, не позволяет примерять, так сказать, опавшую лавровую вину. У других такого венка нет. Ну и, собственно говоря, добираясь до дону нечестности, ну и поэтому я тогда и решил сказать, что, в общем, наверное, все замечательные авторы, которые сегодня являются так мухлорно в пластиковом леду, к сожалению, вероятнее всего превратятся вместе с нами, грешными билетристами, авторами популярной литературы, в то же самое пыль и тлен, как и мы. Это гонорр отнести. Нет, боюсь, что гонорр отнести это невозможно. Просто потому, что, вероятно, страшно это говорить, но есть ощущение, что в механизме человеческой истории сломалось какое-то колесико, потому что оскудение талантов, ну, в мой взгляд, налицо. Потому что то, что считается талантливым, это талантливым не является во многих областях. Если говорить по... Ну, вот мне очень близка тема театра, в общем, в какой-то степени кино. И вот если... Сейчас сейчас ужасные вещи тебе давали. Пожалуйста. Выключите камеру и буду говорить ужасные вещи. Нет, пусть все слышат, говорите, пожалуйста. Вот если сравнить, да, допустим, поколение, блистательное поколение галлиумских актеров конца 80-х годов прошлого века, 90-х годов прошлого века, когда была блистательная плеяда галлиумских актеров, и напротив, не было не менее блистательной плеяды российско-советских актеров. Действительно блистательная плеяда, которая огромные таланты, огромные личности, огромные фантастические, творческие индивидуальности. И вот это вот приятно, и у вас нашла, и у них нашла, и у нит. И там такой ровно-селененькая глянцевое ничто. И у нас такой ровно-селененькое глянцевое ничто, я говорю про актеров, не называя никого персонально. Просто потому, что нет личности, к сожалению. Личности нет в музыке, личности нет в кинематографе, личности нет в живении в литературе. Я, конечно, не согласна, я же говорю, что я в мукости говорю. И с музыкой тоже. Позвольте сесть на место и рассказать другие слова. Я говорю экстремальную позицию, но она моя. Я считаю, что нужно это заметить. Поэтому вопрос не нахуй от того, что что-то сломалось. И, к сожалению, не рождаются, не появляются вершины. Бугарки есть, холмники есть, а вершины, к сожалению, незаметны. Возможно, у меня зрение построено так новым, что я чего-то не вижу. Отлично, наверное, был спи сейчас Антона. Есть желающие продолжить эту тему? Да, я продолжу. Ну, Антон, я тоже с удовольствием послушаю ваше рассуждение. И не делайте, пожалуйста, наговорки. Нам интересно все, что вы говорите. Ваша позиция интересная, плюс люба с вас слушать, понимаете? Соглашаются вы, и это другой вопрос. Но ваше мнение для нас стало наиболее интересным. Ну, я вам не могу не добавить немножко такую ложечку, дергте вот в эту бочку ваших рассуждений. И подстыруте еще одно ваше интервью. Вы уж меня заранее извините. Это первая цитата. Вы сказали, что трудность контекста. Здесь не будет трудность контекста. Это интервью комсомольской правды 19-го года. Вот смотрите, что вы говорили тогда. Это было 10 лет назад. Мне кажется, что есть только интересная и не интересная литература. Ведь вспомните середины 90-х. Никто не читал русскую литературу. Все читали только переворную. И что же случилось? Пришли три абсолютно гиганты. Донцова, Устинова и Маринина. И на своих руки и плечах подняли падшее тело русской словесности. А вы действительно считаете Донцова, Устинова и Маринина гигантами, которые подняли падшее тело русской словесности? При том, что в 90-х много кто блистал на литературном небоскву. Я там даже о поэтов не говорю. Но и про слово такая более чем интересная. Я думаю, что вот сидящий в зале и наши гости там могут назвать Семен 5-10. Ну, первое шоу, наверное. Да, это моя цитата, я могу ее только еще повторить. Значит, давайте разберемся, о чем шла речь. Я очень хорошо помню, как в середине 90-х у нас в Петербурге есть такой ДКМ-некрупский, историчная группа. И вот на этой группе был огромный книжный развал. Гигантский совершенно, невообразивный. Выходящий на улицу, в котором подъезжали фуры с окружаемыми книжками и все остальное. То есть это был просто океан книжек. В этом океане книжек было все что угодно. Были английские авторы, были американские авторы, французские, немецкие авторы. А вот встретить в этом океане нового русскоязычного автора было невозможно. Просто потому что шоу упал переводной литературы, которое, казалось, захлестнул все. Это было и детективы, это было и фантастики, это было и других жанров, которых просто не существовало в той зарождающейся российской словесности. И вот авторы, которые тогда пришли в литературу, условно, в средине 90-х, и вернули интерес массового читателя к русскоязычной литературе, к литературе, написанной русскими авторами. Ну, ту литературу, которую чаще всего читают в метро, чаще всего, когда едут на работу и так далее. Вот я лично считаю, что заслуга поименованных авторов, в вами поименованных авторов, она действительно в том, что на чашу другую половину весу, был в прошлом хотя бы немножечко песочка, который чаще перевел стрелочку, перевел немножко, тут стрелочка интереса, перевел в сторону российских авторов, тех авторов, которые пишут на российские темы, на, так сказать, непереводные, пишут на русском языке, на языке переводчиков. Мне кажется, это было очень важно. Это было важно стратегически, это было важно и культурологически, и как угодно. И поэтому в данном случае я считаю, что это действительно, вот, эти три автора не сделают очень много для того, чтобы сегодня мы могли, так сказать, мы действительно читали русскоязычную, мастерсюжетную, жанровную литературу, просто потому что, если бы этого не было тогда, сегодня я не знаю, что бы было. Вот сегодня такой исторический период, то есть как раз вот мы говорим о своем мастер-классе, когда для российских авторов, для русскоязычных авторов открываются гигантские огромные возможности. Сегодня открывается окно возможностей для русскоязычных авторов. И сегодня интерес летать просто резко повернулся от переводных изданий к новым авторам, к новому русскоязычному автору. Вот если бы не было этих, как минимум, трех великих авторов, не думаю, что бы сегодня, ну, конечно, что-то было бы, но не думаю, что бы было бы так. Мы бы, наверное, ходили немножко в другой ситуации. Все, что касается, я говорю именно за, про кранеров, адрес сюжета литературы. Ту литературу, которая, как бы, имеет, извините, большие тиражи, и которую читает, так сказать, такой массовый российский читатель. У кого еще вопросы? У меня отлично. Вот как раз, возвращаясь к популярности российских авторов, в том числе и за рубежом, тоже еще одна цитата из вас. Вы очень удобны тем, что вас цитируют. Потом любопытные вещи вы говорите. Вот вы сказали следующее. В русской литературе не будет таких, как в городе мирового рынка, имею в виду писателей востребованных на этом самом рынке, до тех пор, пока политическая реальность не эволюционирует как внутри, так и во мне. Не могли бы вы вот как-то это расшифровать, а какая должна революция случиться у политической, политической реальности, чтобы у нас появились свои гранжи, свои Тану Френч, я не знаю, свои стильные длинные из на том, что пошли. Ну, вас знаешь, здесь нет никаких особых тайн, просто потому что, если мы посмотрим, скажем так, на круг интересов нормальных игрожанин, то его круг интересов распределяется между сериалами, между социальными сетями, между мессенджерами и много телевидением, которое упаковывается всем генеральным. Так вот, если говорить о круге интересов, то многие высококачественные такие вот жанровые произведения, там, сериальные, реферативные произведения, игры, они имеют под собой происхождение, ну, скажем так, мягко говоря, нероссийское. Это неплохо, нехорошо, это детальная реальность, которая у нас есть. А вот ту цитату, которую вы сейчас озвучили, она имеет отношение к тому, что, ну, скажем так, в конце 19-го века, во многом это имеет отношение к тем авторам, которые издавались огромными, безумными тиражами в то время. Для маленького примера, вот есть полное собраточнение, не полное, пардон, именно собраточнение в Атластое было тяжело две тысячи экземпляров, и оно продавалось, если не изменяет память, лет десять, в конце 19-го века. Вот, например, вот такие книжечки, как «Похождение Шерла Холмсова в России» или «Похождение Ника Картерова в России» издавались тиражами, да, издавались тиражами 40-50 тысяч экземпляров. Да, они стоили пять копеек, да, это была такая маленькая книжечка вот такого вот размера с цветной яркой обошкой. Но это были реально разописаны к книге русских авторов. И более того, чтобы сказать, что даже не в этой пятикопеечной лакошной книжке у российского, подсчетного революционного детектива, были огромные, огромные корни, которые мы абсолютно забыли и потеряли. В советском детективе, в советском детективе, который как бы начинался с нуля, но они есть, они никуда не делись. И вот, собственно говоря, когда мы один раз отрезали корни русского детектива, потом второй раз отрезали корни советского детектива. и как бы вот нынешнее, скажем так, глобальное поколение авторов, начинавших с 90-х и сейчас существующих, ну, в общем, как бы с нуля это все создавалось. То есть литература, она ведь не существует, из-за того, что пространство, когда там что-то отрезается, то, в общем, как бы начинать с нуля очень тяжело. И тем не менее, мы как минимум два раза в жанре, в сюжет литературе, начинали с нуля. И очень хочется, чтобы наступило, наконец, такое время, уже наступило, я не знаю, я понятия не имею, что так и будет завтра. Вот, когда потребность и интерес нашего читателя будет развернут именно к нашему автору. То есть здесь это не потому, что мы, так сказать, вот пишем на русском языке, так сказать, я там русскоязычный псевдоним или региональные фамилии, а просто потому, что русскоязычные авторы должны понимать нашего читателя, не должны нести перед ним ответственность, не должны для него раскрывать что-то новое, интересное. просто сюжет на литературе. И детективы, и фантастики, и хоры, и трилеры, и Ян Кайдаловский, где угодно. И, соответственно, понимание, вот, понимание читателей, понимание своего читателя будет, наверное, очень серьезное изменение интереса, так сказать, наших читателей к русскоязычным авторам, что пока еще не до конца происходит. И здесь нет, скорее, здесь нет никакой политики, здесь просто есть сумма. культурологических, исторических и прочих причин, которые завязались в такой узел, которые иногда приходится вот так вот так вот разрезать и разрубать. Не всегда, не всегда приятно, когда болезнь это. Пожалуйста, вопросы. Я только могу, если возразить Антону, может быть, как-то он тоже прокомментирует, что в советское время, там, поколение детективщиков, там, тот же Адамов, Смоль, да и много кто еще, они писали и переводились не только в Советском Союзе, и на рынках в Советском Союзе. Был определенный интерес к нему во всем мире сказать, что вот не было переводной, что не было родной такой-то почвы для создания именно криминального жанра детектива. Это тут очень сильно сказано. Потому что, на мой взгляд, тот же Адамов и Словин, они технически, их вещи сделаны лучше, чем вещи Марининой и Евгеньевой Танцовой. Технически лучше. Другое дело, что вы-то пытаетесь немножко в различную плоскость перевести. Ну, возможно. Потому что в советское время книг было просто достать невозможно. Они, по тех кто еще, стояли на того же Адамова, и его достать было невозможно. А сейчас, пожалуйста, по тех кто можно только Адам, но и Марин, но и Танцовы, и любого автора. И вы, в том числе, и есть здесь у нас, вы можете пройти, то есть про некотехнику. Вам не кажется, что у вас, вот, вы все подводите под такую рыночную, то есть именно вот с точки зрения продорабываемости книги. Но есть же автора, который изначально на это не претендует. Здесь, кажется, Санды Граунд, который продается совершенно за огромные деньги, но там маленький теракт. Ну, вы затеи. Я говорю на меру свои глупости, поэтому я вас очень не могу извинить. Я вам говорю с точки зрения, я говорю с точки зрения читателя. Вы знаете, я советский мальчик, который сдавал макулатуру, чтобы получить деману. Поэтому мне можно не рассказывать про то, что про советский детектив и про все остальное. Для меня это были вожделенные книжки, которые я не мог получить, и, соответственно, если это не библиотека, то я бы, наверное, их и не читал. Собственно говоря, потому что их было достать невозможные. Я прекрасно помню серию «Залвежные детективы», которая была близкой, польский, венгерский, немецкий. Да. Я, конечно, раз увеличил мой медучь форум в сознании драмка, которая не является просто каким-то, просто она мне не надо, образцом идеала. Я все это, не надо рассказывать, я все это переживаю. Тогда было это как бы искусственное, смодерированное, скажем так, недопущение книжек до читателя. Я говорю о том, что, во всем случае для меня, что важно и о том, что мы стараемся нашим молодым авторам в нашей Писательской Академии передавать, потому что мы стараемся идти вот с читателями. И, наверное, основной водораздел, который, мне кажется, наверняка все неправильно, и литературоведы меня поправили, основной водораздел между большой и жанровой литературой находится с точки зрения, то есть или я иду от себя, и я себя поворачиваю наизнанку со всей гадостью и мерокностью или какими-то, наоборот, прекрасными идеями, и так далее создаю, условное произведение из высокой художественной литературы, или я иду от читателя. То есть я хочу, чтобы моя книжка принесла читателю, может быть, психологическую помощь, психологическую разрядку, психологическую поддержку, потому что, когда он прочитает книгу, которая отрывает ее от нелегкой реальности на 8, 10, 12, 14, 13 часов, 16, сколько там в объем книжки, то и человек искренне уходит туда, забывает обо своей проблеме, ему становится значительно может быть легче. На мой взгляд, такая обязанность автора перед современным читателем, в любом случае, я из себя не снимаю и держу его с собой, какую-то догаданную, потому что, то есть мы очень сильно в голову перечитаем, потому что читатель с нами расспрашивается своим временем. Сегодня время читателя – это самое дорогое, что у него есть. И если читатель отдает нам свое время, то вероятнее всего мы, я выражусь от себя, и обязаны читать то что-то, что ему поможет сделать его чуть-чуть легче, может психологически чуть-чуть проще ему будет какие-то вещи смотреть, может быть у него надежность появится. Ну и в любом случае, это не дико и странно звучит, особенно, в первую очередь, детективы из ее стрижатого литературы состоит в том, что мы как бы воочию подтверждаемся, что добро всегда побеждает ему. Как ни смешно это звучит. Вот так-то происходит. Пожалуйста, еще вопросы? Давайте мы очень крабус снизим беседы и перейдем к каким-то прикладным моментам. Ну, прежде всего хотел бы спросить об экранизациях, дело в том, что он не имеет отношения к этим фильмам, но он на самом деле имеет все-таки отношения. Потому что два фильма, я даже специально в Байзе Патлава посмотрел такой крупнейший сейчас в России, наверное, книжно-читательский сайт. И вот там он тут чужой из два фильма и биографии. Агата Исыз Кавлева-Приянтов и Агата Исыз Крулетка судьбы. Ну, немножко о фильмах, Антон, то, что мне кажется, хочется посмотреть присутствующие, наверное, они уже достаточно давно сняты. Как вы их оцениваете? Есть перспективы дальнейших каких-то экранизаций ваших произведений? Вообще, в вашем кино отношении к современному российскому кино? У вас что-то так сурово, то, что сурово так не одно, значит, подошли сегодня к видам искусства, которые у нас в России будут? Ну, значит, то касается этих сериалов, они, в общем, не настолько старые, они появились в весене, извиняюсь, в 2013 году. Да, в 2013 году. Значит, должно было быть не сниматься третья, это часть роли этой судьбы, но, к сожалению, коронавирус и свои коррективы в эти планы. Я еще раз могу повторить, что к этим сериалам не имеет никакого отношения, просто никакого, за исключением того, что вы проданы права на эти книжки. Для экранизации этих книжек все остальное ко мне не имеет никакого отношения, не с точки зрения кактинга, не с точки зрения сценария, не с точки зрения того, что все это сделать. Это сугубо полная, безграничная воля продюсера. Как это получилось, я не готов комментировать это, и не публичным таким образом, потому что как получилось, так и получилось. Это работа не моя, это работа продюсера и кинокомпании, ну, какое-то там количество миллионов просмотров на Ютубе и сериалов «Обрана». Я думаю, это хорошо. С точки зрения, с точки зрения читательского интереса, опять-таки, вот говорю грубо, я с точки зрения увеличения количества книжек, которые после этих сериалов куплены, и издать только не заметил. Скажем так. И кинок остался уже, пожалуйста. В современном российском кино у меня отношение очень простое. Я его не смотрю. Поэтому я делал несколько попыток смотреть «Игру престолов», выключал, делал несколько попыток смотреть российские сериалы, я их выключал после первой серии. Вот. И у меня очень простое отношение. Я абсолютно, так сказать, то есть я смотрю трейлер-сериалы, и мне вполне достаточно понять, что этого можно не смотреть. Конечно, достойно. В каком-то. В этом сериале. То, что вам нам пришли и произвел? В советы? Да я думаю, что, как вы играете с моими советами, совершенно неинтересно. У меня, например, я, например, с большим удовольствием пересматриваю, значит, все серии «Пуаро». Действительно, с огромным наслаждением. Суши, да, с Дэвидом Суши, это все-таки гениальничный актер, который, по-моему, один из последних, так сказать, сильнебеликих актеров из Школы Перевоплощения и всего остального. Вот. Я с большим удовольствием не смотрю. Вот. А что касается, так сказать, замечательных российских, я не говорю, что они плохие, они безроники замечательные, они действительно, может быть, замечательные. «Посмотрев трейлер, сериал, или посмотреть какую-нибудь стартовую серию, вообще, я понимаю, что я совершенно не хочу тратить на это время. Потому что мне не нужно это. Мне это не нужно. У меня достаточно первая задача, которую мне нужно решать, чем убивать время этого, наверное, замечательного продукта для кого-то. Вопросы? О, пожалуйста, отлично! Отлично! В случае, пожалуйста, в случае у вас есть возможность кризис, или если да, по-моему, как вы с ним украсть будете? Кризис – это не отъемная часть писателя. Можно сказать, что каждая книжка – это кризис. Как только ты читаешь, работаешь над книжкой, то ты сам себя загоняешь в тяжелейший кризис. Вот сейчас у меня очередной кризис с очередной книжкой, которую я пытаюсь писать. Поэтому кризис – это те самые невидимые, реальные проблемы, которые у авторов борются. И когда в интернете книжку прекрасно читательских встречах меня спрашивают, «А как вы пишете? А какая ваша кухня авторская?» Вы знаете, лучше туда не заглядывать, потому что там мрак, выльчат, тараканы, разрезанные части тела и всякая прочая користь, которую вот совершенно не нужно отчитать. Человеку нужно получить неудовольствие. А как она сделана? Сколько там крови, слез боли? Моих домочаться совершенно никого не касается. У меня довольно много про Ранзарева почитала. Я вот одновременно в Петербург ездила, и вот покупала там по Гвоеде и ехала в Тверь. А скажите, а есть какая-то документальная основа его приключений, или это все чисто фэнтези? Может быть, вы газеты читали, старые там какие-то эти… Хроника была судебная была? Ну, спасибо большое. Ну, во-первых, это совсем не фэнтези, это просто вообще не фэнтези. Вот. Ну, значит… Ну, знаете, вот… Опять-таки вопрос… И не хватит того, что я там кокетничаю, и не хочу, так сказать, раскрывать карты на самом деле. В большинстве мазаровских книг, скажем так, переделаны, передуманы, переводены, перемолотые, перетерты какие-то конкретные исторические события, преступления и факты, которые делают это произведение абсолютно ауровиде. Ну, просто потому что, ну, скажем так, в истории, так, до 1905 года было не так много преступлений в России. Вот, в Петербурге вообще, судя по словам таких вот криминальных убийств, в год было примерно 5-8. Собственно, были сильно громкие дела, были громкие известные преступления, которые, как за которыми следило, что называется, как заселена, кстати говоря, следила вся общественность считающая, потому что каждый день в Петербургской гаде, так, во всяком случае, спубликовались отчеты от чьего-то судебного заседания, но все эти дела, они, ну скажем так, они настолько известны, как минимум в людях, которых работают чуть-чуть иногда, не заглядывая исторические книжки, ну и что нам, что мне там особо-то делать нечего. Просто передумывать историю и создавать некую свою версию происходящего, вот, я бы, мне как-то это совсем не интересно, потому что еще раз повторяю, что вопрос не преступлений и даже не наказаний, а вопрос в том, что ты даешь читателю в виде целостного сюжета. И у меня есть, например, один пример, вот, опять-таки, меня там периодически просят отрисназировать какие-то книжки, изданные на портале Редеро. И вот в портале Редеро, мне недавно попросили отрисназировать историю, был такой, ну, как бы он считается, российский маньяк, вот такой такой кровяник, вот, то есть история кровяника, когда который там урезал девушку в Петербурге на Санкт-Петербурге. В принципе, вполне себе неплохой роман с некоторыми историческими такими деталями. Вот я себя прочитал, и я понял, что, собственно, смысл прочитать этот роман для меня не было ни такого. То есть я вам там сзади говорю, теперь посмотрите твой кровяник, получите информацию, это все. То есть роман детективный, как ни странно, это не информация. Это не информация, это эмоции, которые я заставляю читателей испытывать. А каким образом я это делаю? Это большой секрет. И поэтому в данном случае, было ли это преступление реальное, или оно, так сказать, смодерированное было абсолютно неважно. Если читатель в него верит, если читатель испытывает эмоции и погружается в него, и получает эмоциональный ответ, значит, дело сделано хорошо. Если не получается, значит, дело сделало плохо. Возвращаясь к вам лично, как он читал. Возможно, это по себе, это ваше образование, и поскольку все интересно, все будет в песок, скажите, а как вам отдыхается? Потому что работать с утра до вечера и ночью невозможно. Значит, что-то есть такое, что можно раскрыть. Знаете, у меня всегда с таким вопросом стоят в тупик, потому что я никогда не могу пойти, какая разница, вот какой это отношение у меня к книжкам. От того, что если я расскажу, как я себя веду в своем жизни, то есть врачи, они не глазки, и крыса езжу попаду в меня есть. Понимаете, портлай книжка останется плохой, хорошая останется хорошей. Вот. Что касается моего образования, я рекламирую на театровец красным дипломом советским еще, советским красным, то есть настоящим. Театрами книжки. Три года, да, как моя героиня, Варвара Назаровна, которая на этой книжке. Вот. Потом у меня еще много всего в жизни, несколько профессий. Я не перепробовал, после чего я понял, что для меня, собственно, наверное, это самая большая профессия, которой надо заниматься, не только заниматься, но еще и других учителей там, чтобы, так сказать, взращивать новое поколение молодых авторов, которые вместе со мной станут песком и таленом. Вот. Но пока не отхватил свою тринадцатую славу. И не готовлю я не только жесткого разговора, я смотрю. Да, а что, как тебе? Давайте партили. Партили. Так, сейчас я маленько проснулся. Слушать очень интересно. Интересно сутки? Да. Ну, так, ну, как… Не волнуйтесь, слушайте, очень интересно. Вы знаете, просто такое количество читательских встреч все провели. Все такие благостные, все такие, все такие умные вопросы задают. Хочется, знаете, на руках подбросить так, чтобы это У вас был вот такой замечательный атмосфер, который я сразу сразу чувствую, я редко вижу, когда приезжаю куда-нибудь, у вас совершенно замечательная атмосфера, вот в эту успокаивающую атмосферу я прошелся, погулял с полюсами, так спокойно стало, хорошо, думаю, господи, кое же чудо, прекрасно, мне надо сейчас чем-нибудь забурить, что-то такое, как-то придумать, чтобы народ переселить. Что подбросит у Гаркоти? Не подразумеваете? Ну, он же не отвечает, но я спрашиваю сейчас. О, давайте подбросит у Гаркоти. Ну, какой это смысл? Отвечает. Нет? Нет, отвечает. Ну, хорошо, давайте вот самое мягкое, что я спросил, Гаркоти, а что вас критикуют? Что? Критикуют вас и за что? Я бы критиковал за то, что вот уже как Вакунин написал, да, раньше вас, а потом появился вам за... То есть свечи. Значит, понимаете, для того, чтобы посмотреть, на что меня критикуют, достаточно зайти в социальные лейтуты, не в социальные сети, а вот эти там литературные порталы. Да что ж так, литературные порталы, книжные порталы, ну, короче, там Электрес, Лабиин, Тазон, ну, все вот это доступы, понимаете, нам скрывать нечего. Меня, вроде, обстал, возят, например, до сих пор в книжке... Вот читательность, такое количество, как это, культурный, культурный, о, спасибо, хейт, не буду говорить слова по-русски. Такое количество хейта. Да куда ты, да зачем нам эти платят? Да зачем вы их описываете? Да кому это все нужно? Да что они там, все эти аграфы, все эти, все эти остальные, вообще, я должен помнить себе правильный слог. В общем, вот эта книжка вышла в 2010 году, вот с 2010 года, периодически, перелистывая, начиняю новую дегментарию читателя, я вижу замечание о жизни. Да, ну, детектив-то ничего, ну, фу, написание этих платят, зачем они нужны? Вы знаете, какие-то критикуют. Варвара, критикуют за то, некоторые читатели, вот эту книжку критикуют за то, что она тупая, которая, значит, к ним ничего не делаешь. Какое-то отношение к Лазаре, варваре имеет, я до сих пор не понимаю, непонятно могу. Другие, значит, критикуют. Был замечательный отзыв, который, уже сейчас не помню где. Знаешь, мы не говорим, как сразу ложились, да, негатив пошел, мы сразу все интересным слушаем. Был, значит, какой-то отзыв, может быть, не помню, какую-то книжку читательская писательская написала. Какая ерунда, какая чушь, какой-то глупый дектик, вообще все это нужно. Посмотрим, что напишет в следующей книжке. Вот, значит, минимум, я на следующей книжке тоже что-то написал. Поэтому негативный отзыв ведь очень просто писать. Вы знаете, для этого особо... Я-то, так как я не плавируемый критик театральный, поэтому я понимаю, что критиковать-то очень просто. Ну что ты вот до авторита дотянул, до сюжета что-то, да и герой-то какой-то хромает на одну ложку. Нет, пожалуй, поставлю две звезды. Это очень просто. Это настолько легко и приятное ощущение того, что день прожит, не зря макнул этого чижа. Вот, да и не только чижа. В этом, наверное, в широких читательских массах такие замечательные книжки есть. И слава богу, вы с людьми надолежаете. Ну вот, знаете, вот вы опять ушли от ответа. Такого же ответа я ушел. За что же все? За что вы не говорите? Потому что вот вы говорите, ну, я поняла, каких отзывов, а какие-то профессиональные к этой критике там. Я вот, например, прочитала на этом, например, Константин Митчин, такой небезызвестный. Он очень известный. Он написал такой роман, огромный, что, да, «Вечная милая злота». Он написал, что я категорически, типа, не советую автору вообще писать. Вот, я от этой книги вообще оторваться не могу, а, вот. Это тоже не говорит о том, насколько у нас, как вы знаете, в России есть дебиты и дураки и дороги. Вот добавлено с третьей литературной критикой, к сожалению. Поэтому могу сказать попросту. А четвертая беда добавилась. Это блогеры в социальной сети, которую нельзя называть. Книжный блогер в социальной сети, которую нельзя называть. Вот это вот четвертая беда добавилось. Просто это вот реальная беда. Потому что они теперь определяют тиражи авторов. Вот девочки, которые вертят книжками перед камерой, они теперь как бы моделируют читательский рынок. Это напомню серьезно. Поэтому, что касается вашего ответа на поводу критики, мне очень просто, они меня игнорируют, поэтому говорят ни о чем. Собственно, все очень просто. Да, я считаю, что я, 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 я. Коллеги, у нас еще 14 минут, давайте. Я жалую сейчас в городах. Хорошо, простите, продолжил тогда вопрос про экранизации. А на теле театр больше? Хотели бы мы себе увидеть, как театр? Театр? Театр себе? Да, чтобы два театра на основании с другими. Мы для этого предлагаем некоторые усилия для того, чтобы это произошло, потому что театр – это моя любовь, боль и вообще все, как бы, потому что, как оно, бросил, бросил, предал и ушел. И смотря на то, что я глубоко театральный ребенок, вот, первую сторону в театре, так как мне желают, говорят, за кунисами, то это не меняет, конечно, и боль и радость, и все остальное. Но, тут тоже есть некоторые сложности, но мы пытаемся пробить эту стену и сделать театральную, как это называется, не экранизацию, а театрализацию. А мы, кстати, другое ее сделали. Мы сделали по первой книжке, которая называлась «Божественная» тогда еще, мы сделали такой настоящий аудиоспектакль, который называется «Нектар богов», и вот там, вот это вот просто отменная работа петербургских актеров. Там 9 серий, каждая серия – это мини-спектакль, примерно 50-е, вот там потрясающе совершенно играют актеры, и совершенно изумительное было сделано, была сделана работа режиссера, родительного режиссера, потому что, наоборот, просто потому что ясно написал, вы понимаете? Так что, видя радиоспектакль, такой возрождающий традиции советского великолепного великого радиотеатра, вот этот, если бы настоятельно рекомендует наш сериал «Нектар богов», который есть. Аудиоспектакль есть? Аудиоспектакль есть? Все, все «Аудиокниги», все «Аудиоализируют великолепное сожалению». Ничего? Ну, потому что… Вы похвалили этих актеров, а можно их? Что? Вы похвалили актеры из Извинетника, можно их назвать, тоже? Я их не помню, похвалили, честно, просто у меня беда с вами, вы просто извините меня, меня… Это очень хороший актер Петербургских театров, который много снимает в сериалах, в которых я не смотрел, он как голосами звучит перестательным абсолютно. Так, ну что, я смотрю, что публика заскучала, давайте-ка мы с вами развеселимся, немножечко оставшееся нами время, раз нас ведущий нас навеселит. Вы много поиграть хотите? Да. Говорите все вместе, отвечайте. Хотите в группу, да? Да, хорошо. Сейчас я все приготовлю, и прочее. Значит, игра называется «Бесплатная лотерея». Знаете, какие призы я принесу с Петербургом себе? Книжки на дна. Три призы. Вот эти книжки я даю в библиотеку, поэтому они не разыгрываются. Какие правила у наших лотереев, которые вообще мы будем делать? Я даю вам вопрос. Ответом, который должен быть цифр. Просто цифра. Кто первым называет правильную цифру, или максимальную вывеску к этой цифре, правильной цифре, вот-вот, ведущий, видите, тут ответ цифра уже записывается, видите, да? Все, все по-честному. Кто немедленно получает книжку? Всего три вопроса. Переходим за три вопроса. Готовы, Игорь? Хорошо. Значит, в связи с тем, что здесь вот театральный мир, это Барбара Мазарова, я сам к нему умею отношения, значит, вопрос был сугубо из истории театра. Готовы? Все готовы. Хорошо. Три вопроса. Вопрос первый. Сколько театров было в подчинении дирекции императорских театров? Один, два, три, три. Трой, выжить, я видел, кто-то, потому что так. Один, два, три. Еще варианты. Не на три. Кто сказал? Так, еще варианты. Ну, просто сейчас, можно, вы понимаете, кто это? Пятнадцать. Сколько? Пятнадцать, так. Десять. Десять, так. Ни одного. Ни одного, прекрасного, не оттаража. Он не в защите. Так, все, варианты исчерпаны? Исчерпаны. Значит, так. В дирекции императорских, в подчинении дирекции императорских театров было пять театров. Два в Москве. Какой? В большой и в малом. Три в Петербурге. Какие? Александринский, Мариинский и третий? Михайловский. Михайловский, французский округ. Три, пять спектаклей. Кто сказал пять? Девушка. Первый приз разыграли. Напряжение отрастает. Вопрос второй. Сколько было актеров в первой трубе МХД в 1898 году? Сколько актеров было в трубе МХД? Пять. Так. Десять. Десять. Ты говори по-другому, я же не вижу, кто говорит. Десять. Тоже десять. Двенадцать. Дридцать. Двидцать. 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 Все, да. Не то, ну что? Двадцать. Кринат. Ум, так. Семнадцать. 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 Так. Хорошо. Понятно. Значит, по-моему, вы сказали тридцать, да? Да. Значит, дорогие друзья, в той самой, даже не звездной, я даже не представляю, как это сказать, премиатной группе с труппи театра, которая была Кмикер, Чьякова, Станиславский, Миньер, Ольга, которые были все-все-все калифеи уже МХД, вот в группе МХД было тридцать пять актеров. Спасибо. 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 Спасибо большое. А кто вам понравился?